Сегодня мы научимся вязать очень интересный узор. Он вяжется со спущенными столбиками. Сначала провязываем цепочку из воздушных петель, пропускаем одну петлю и в следующую одеваем крючок и вытаскиваем петлю. И далее вытаскиваем петли до конца этого ряда. Таким образом я набрала 17 петель и далее закрываем самым обычным образом. Первая петля воздушная и далее по 2 петли вместе до конца этого ряда. Вот я провязала. Следующий ряд также вяжем простыми тунисскими столбиками до конца ряда. В следующем ряду нитка меняется и провязываем сначала одну воздушную петлю и затем два раза по две петли вместе. 1 и 2. Далее будем приступать к вязанию узора. Провязываем одну воздушную петлю, затем 4 петли вместе, затем воздушную петлю и по две петли вместе. Один раз и второй раз. Далее повторяем воздушная петля, 4 петли вместе, снова воздушная петля и два раза вместе по две петли. И так вяжем до конца этого ряда. И в следующем наборном ряду провязываем сначала столбик между столбиками, вот сюда в эту точку, затем столбик в косичку закрепления, вот сюда, снова столбик между столбиками, далее делаем прямой накид, теперь петли пропускаем и снова вяжем столбик между столбиками, вот в эту точку. И далее узор будет уже повторяться, столбик в косичку закрепления, столбик между столбиками, прямой накид и так далее. В этом месте пропускаем и так вяжем до конца. В самом конце у нас получится 1 накид и в самую последнюю петлю провязываем простой тунисский столбик. И вот ряд готов. Теперь меняем нитку, провязываем одну воздушную петлю, затем вяжем вместе две петли. После этого провязываем одну воздушную петлю и 4 петли вместе. Опять вяжем воздушную петлю, затем 2 петли вместе и далее узор будет повторяться. Провязываем 2 воздушные петли и 4 петли вместе. Затем 1 воздушная петля и 2 петли вместе. И так вяжем до конца ряда 2 воздушные петли и потом 4 петли вместе. В конце ряда провязываем воздушную петлю и вместе 2 петли. В следующем ряду провязываем столбик между столбиками, затем столбик в косичку закрепления, опять столбик между столбиками и далее вяжется очень интересный элемент. Делаем накид на крючок, вводим его вот в эту точку, протыкаем насквозь работу, захватываем нитку и провязываем столбик с одним накидом. И еще раз такой же самый элемент провязываем в эту же точку. Немножко нитка зацепилась, и вот он провязан. И далее повторяем то же самое. Столбик между столбиками, столбик в косичку закрепления, потом опять столбик между столбиками и такие спущенные столбики с одним накидом вокруг двух рядов. И так вяжем до конца ряда. И в самом конце ряда провязывается простой тунисский столбик. Далее будет повторяться последние четыре ряда. Нитка меняется в левой стороне работы, затем воздушная петля, 2 раза по 2 петли вместе, 1 раз, 2 раз, затем воздушная петля вместе, 4 петли, затем снова воздушная петля, 2 раза по 2, по 2 петли вместе, затем воздушная петля, 4 петли вместе и так до конца ряда вот ряд провязан следующий ряд у нас очень простой столбик между столбиками затем столбик в косичку закрепления опять столбик между столбиками затем провязывается накид пропускаем петлю и вяжем снова столбик между столбиками столбик в косичку закрепления столбик между столбиками накид пропускаем петлю и так повторяем до конца этого ряда и в самом конце ряда накид на крючок и в последнюю петлю провязываем простой столбик теперь нитка меняется я уже показывала как вяжется следующий ряд но еще раз покажу 1 воздушная петля 2 петли вместе затем 2 воздушные петли затем 4 петли вместе 1 воздушная петля затем 2 петли вместе 2 воздушные петли 4 петли вместе и так до конца этого ряда вот такой узор получается с такими симпатичными красными галочками и это еще не самый сложный узор тунисского вязания приглашаю посетить страницу каталога где вы найдете все обозначения и уроки по тунисскому вязанию а также если вам был полезен этот урок ставьте лайки и я буду рада вашим комментариям